некрасиво я думал пойдет сплошненько с киева общаюсь общаюсь по истории прикольно в данном случае самая-самая древние спрашиваю мне непонятно почему россия пытается изучать историю сидом с киева и так дальше первая столица руси было с киева судить также с олега началось в принципе формирование государства ну знаешь вот такая интересная вещь если же в руси был столица была киев то какое отношение россия современной и территории имеет к этой территории столица киев это же первая столица владимир потом какое-то время если считать о метрополит без прислал метрополитского даниил галицкий пытался взять на себя веру потом скорее шутка только потом была москва ну хорошо а владимир с какого периода был столицей андрей боголюбский 7 ошибаюсь ответил по векам и годам не скажу честно андрей боголюбский насколько он перенос я понял как можно понять что это было столица потому что столица в те времена это ставка велико княжества где великий князь там и столица не там хотя и боголюбский все равно считался великим князем киевским определенный период но столица у него было уже владимир ну то есть причем вот мы можем взять киев например до 10 ну давай конца десятого начала 11 века да куда владимир ярослав да вот все значит города все вот эти земли которые находились по власти киева платили ему дань тот же новгород да платит дань киеву то есть мы можем понять что центр принятия всех решений находится здесь политическое могущество великий князь сидит здесь его наместники сидят на других вот и это можно действительно считать уже каким-то центром какой-то столицы что же мы видим в владимире времен андрея боголюбского великий князь он не один там еще несколько называли себя великими князьями нет во все времена великий князь был только один кто что ему платил дань например даники кто его признавал какие города слушай честно я не буду врать что я помню но какое-то количество территорий он контролировал понятно что то в том момент уже потихоньку начиналась раздробленность хорошо какие территории какое время он контролирует в том же великий как если он был в тот момент великим князем киевским он контролировал киев и территории прилегающей также он контролировал владимир кстати говоря помнится все же дмитрий донскопить несмотря на то что далеко это два века для примера приведу что он считался великим князем владимирским хотя сидел в москве давайте донского там калита так далее вот этих вот этих князей брать вообще не надо потому что хан хан был золотой ряды который давал им ярлык накажения а соответственно не были его подданными то есть фактически наместниками то есть великий князь тогда вообще ничего не значил вот если боголюбского взять тут надо подумать значит если какими землями землями он управлял какие им платили и сколько это длилось ну ничего просто вот чтобы уяснить что мы имеем ввиду под столицы вот если мы говорим что киев действительно контролировал все земли и все ему платят владимиру никто ничего не платил это были удельные самостоятельные княжества кроме естественно да киевский стол он захватил не совсем так вы же сами мне только что при общении сказали что как объяснялось что киев это столица там был грубо говоря государственный чиновничий аппарат который определял своих наместников на другие территории так какие то что где при олеге например владимир стал столицей по таким признакам мы можем это утверждать если там великих князей было несколько это уже после вот если мы берем одиннадцатый век там еще великий князь он действительно был один он был в киеве великий князь киевский а дальше после раздороженности о киеволке города растут суздаль и муром князь так середина двенадцатого столицы княжества стал владимир на клязь ну так по каким признакам он был столицей чего собственно владимир суздальского княжества или чего нет если он был великим князем киевским значит он контролировал киев иначе великий князем киевским он бы не являлся являлся бы тот кто занял великий княжеский крестовки у них во время разрубленности давайте придем к выводу значит какому земли которые полностью контролировал владимир и которые мы платили дань это какие земли вам по городам до дверь переславль ухтам владимир та же москва кострома ярославль белое озеро великий устюх басальные были черемисы некий мари нижнего городе сейчас находится это все вот это владимир суздальское княжество и все то есть это княжество границы этого княжества да он там мы мол мог быть великим князем в своем княже но были остальные княжества новгородское княжества там полоцк и это ж не было так вот до республика так вот собственно получается что он был великим князем только в своем княжестве все остальные княжества были отдельно хорошо назовите мне пожалуйста Брянс с Андреем Боголюбским был великий князем кийским то есть кто еще в этот же период время с Андреем Боголюбским был великий князем кийским кто начинал это звонить . В то время когда он захватил естественно никто но до этого менялась постоянная власть это были постоянные между собой и власть перейхотила с рук руки, и никакого единства, никакой столицы, никакого именно великого князя, чтобы все княжества контролировали, не было в принципе. Вот никак. То есть это не сравнивается с Киевом, который контролировал все эти земли полностью. Вот за что я говорю. Тогда это тоже, извините, немножко прихня из обид. Потому что при Владимире, при Олеге, при Владимире, при Ярославе, абсолютного контроля над всеми землями, которые якобы входили в Рокси, не было. Были, как бы сказали, даники. Даники были. То есть смысл, что все эти земли не были самостоятельными княжествами. Олег это вообще легендарная личность, мы его даже упоминать не будем. А вот Владимир, который пишется во всех летописах, как Владимир, он контролировал Новгород покорный, Ярослав ему платит дань. Он контролировал Ростов, ему туда платят дань. Кстати, сначала там... А нет, это Ярославль. Почему Ярославль? Потому что это Ярославль город. Ну, то есть это его... Ярославль могу спросить, это первый закон Ярославль, в принципе. Это пока он был наместником, Ярославль уже оттуда платил дань. То есть с Ярославля, с Владимира города, с Новгорода, там, с Поводска, с других всех городов. Кстати, наместников не было только в Чернигове и Перерославе. Это интересный момент. Это Насонов Арсений, ваш историк советский, пишет, что очень недооценен тот факт, что наместников в Перерославле и Чернигове, ну, естественно, в Киеве, не было. Это было как единая Русь в узком смысле. Вот. И это очень интересный момент, потому что насчет... Так вот, мы подсуммировали, да, что вот это все платило дань Киеву. Когда был Боголюбский, ничего это не платило дань. Так вот, интересный момент. Я не сказал, я не знаю этой информации, просто, может быть, оплатили. Ну, нет, не было такого, да. Так вот, на странице, смотрите, работа Робинсона, М.А. Русская земля, 1980 года, на странице 235 про Боголюбского. Значит, Когда Андрей Боголюбский, 1174 год, исполнился высокоумья и разжегся гневом на Ростиславовичей, он послал на русскую землю свои войска, в составе которых, естественно, не было русских, а были служдальцы, владимирцы, перерославцы, имеется в виду залезские, белозерцы, муромцы, новгородцы, рязанцы и так дальше. Против них, Ростиславовичи и союзники собрали и Кияня Солокупиша, и Берендичева, и Поросия, и всю русскую землю Пауки. О чем здесь говорится? О том, что даже Андрей Боголюбский и вот эти все перечисленные человечки не ассоциировали себя с Русью. Они себя даже называли, свою землю русскую не называли, и Русью себя не ассоциируют, то есть не были люди. А вот этот, описавший этот текст, а он кто такой? Кто он такой? Это тоже историк ваш, значит, он российский историк, специалист по истории российского славянного ведения, доктора исторических наук в 2006 году был. Насколько я помню, также и князь Черниговский в свое время писал своему соседу князю Киевскому, чего ты, князь русский, пришел на мою землю? Это не русская земля, это земля Черниговская. Это за какой год, какой летописи? Вопрос. Секундочку, я договорю. Имеется в виду под этим именно Киевское княжество, то есть в самом узком смысле это Киевское княжество. Чуть более это уже Черниговый переславит. То есть это все равно очень часто, часто это все вместе. А то, что Владимир, Владимир Исус, дальше и так дальше, она вообще себя никогда с Руссией не ассоциирует. Вообще, просто в узком смысле, в принципе, не ассоциирует. И, одну секундочку, и вот просто тоже тут уточняется дальше вот этого Шарпинсона, что я хотел еще сказать, что он даже выделяет, что полки разнятся. То есть полки называются, значит, русские и какие-то свои, только вот Абголюбску имеется в виду, аязанские полки, суздальские полки и другие полки, но они себя никак с Руссией не ассоциируют. Вот. То есть это тоже в работе Робинсона можете почитать. И вот вопрос тогда. Как до, скажем, 19 века люди определяли себя? свою принадлежность. Ну, это вы так перескучили сразу на... Не, мы знаем, что 19 век это формирование национальности. Обособленное. Да. В принципе, это зафиксировано, что это вот именно в этом веке началось формирование. Как до этого определяли люди себя? В основном определяли по религии. И тому, кому служат. И по местности. И кому служат. Я поданный там князе Киевского или я поданный Генцега Паварского. Это само собой. То есть религия там тоже очень сложно была. Особенно, когда присутствовало либо язычество, либо там протестанты, католики и так далее. Очень сложно было определить. Так в том же смысл, понимаете, в том же смысл интерес. Именно вот хотел задать. Смотрите, Русь, вы помните изначальном смысле этого слова, что такое Русь? Русь в изначальном смысле? С какого периода вы имеете в виду? Ну вот, как она появилась. Что являлось Русью, грубо говоря, при князе Олеге? Опять-таки, я же уже говорил, что князь Олег легендарный персонаж. Хорошо, давайте Игоря возьмем. При князе Игоря. При князе Игоря что такое Русь? Значит, да, это интересный на самом деле вопрос. Вот работа Насонова подскажет нам, что значит, Насонова я уже упоминал, это советский историк, археограф, источник увед, историк-рагеограф и доктор исторических наук. У него есть работа, русская земля и образование территории древнерусского государства. Вот. И, собственно, здесь он как раз-таки пишет про то, что такое Русь изначально. Значит, мало то этого страница давайте 38. Мало того, что можно с уверенностью сказать, что древнейший свод не ошибался, когда говорил, что именно на юге вояги, вошедшие в состав дружины киевского князя стали называть себя Русью. Это подтверждается древнейшими известнями о русах, византийских и арабских источниках. Древнейшие русы византийских источников Тавры Скифы, обитатели Тавра. В житии Георгия Амастридского, дошедшим до нас в своем первоначальном виде и в греческом подлиннике и написанном согласно исследованию Васильярского, до 842 года автор рассказывает о нашествии Руси на Малою Азию. Подчеркивает, что древняя металлическая ксеноктония остается юной у народа Руси. Арабский автор 9 века Ибн Хордатбех считает русов славянами, а другой автор известен и входящим 9 век противоставляет их славянам, но описывает живущим на юге под властью своего Кагана, то есть, следовательно, в пределах хазарского влияния, хазарского преобладания. То есть, что такое Русь, как на сон это значит какая-то дружина, которая состоит с разных абсолютно племен, то есть, славяне, варяги, ну, варяги, когда попадают в эту дружину, они уже Русь. До того, как они приедут в Киев, они варяги. Вот как-то так различается. Поэтому это в основном дружина при Игоре, там различается и с варяги, и так далее. Дружина, скорее всего, ближние слуги, возможно, семья князя. То есть, те, кто к нему близок, либо ему присягнуть. Правильно я понимаю, да? Ну, да, скорее всего. Мы точно не знаем. Если мы, вот как мы изначально пытались понять, почему Россия ведет свою роль от Руси, то мое предположение такое. Русь, в изначальном понимании, это ближний круг князя, дружина его. Вот. Если проецировать на это, то первоначально до формирования национальностей история как можно провести по-династически. Были Рюрикови или Рюрики, либо, если хотите, Мульти Игоревича, раз Игоревич фиксировал историю Игоревича. Ну, были они, они шли через века до смутного времени. Никто же не будет отрицать, что Борис, Иван IV Грозный был Рюриковичем или Игоревичем. Вполне себе прямой потомок. Ну, так хорошо. И в литовских князей то же самое, мы видим. Да, я могу согласить. Да, безусловно, там было свое... Я имею в виду, что после смутного времени был созван собор земской, который провел сел Романова, царем России, Руси, как там тогда титул звучал. Вот. московского государства вообще. Ну, там титул звучал все-таки уже у Ивана Грозного, царь-великнязь Руси. Титул это был еще польского короля, значит, король польский, князь литовский, русский и так дальше. Венгерского короля тоже был титул, где он был королем Белой Руси. Там было... Ну, звучал титул был. Так, титул это смысл титула в том... смысл титула в том, что если ты захочешь эту территорию, есть у тебя владения, ты добавляешь свой титул, то есть он князь Астраханский или царь Астраханский. Это значит, он Астраханью владеет, князь Казанский. Это Казань. У него стоит всея Руси, хотя это по факту незаконно, потому что всея Руси, это если бы у него был Киев, Чернигов, Перерослав, также Галыч, Волынь и так дальше. А у него бывали сейчас земель, но он назвал это всея Руси. Но, насколько я помню, у него были претензии на все эти территории, и он мало того, что считал их законами, они и были законными. Нет, претензии были, а законности там не было, потому что этот титул всея Руси, вот куда он вообще взялся этот титул? Он же появляется в Метрополита, куда он владеет, ну, сидит в Киеве, и у него титул всея Руси, то есть вот это же в узком смысле Киев, в первую очередь, Чернигов, Перерослав, во вторую. Это вот Метрополит здесь в Киеве сидит, он говорит, что он Метрополит всей Руси, вот этой Руси. А потом этот Метрополит попадает на территорию Владимира Суздальского княжества, и с его титула себе князь берет себе этот титул тоже, это намек на то, что он князь еще всех православных христиан. Но на самом деле это не относится к Киеву, потому что Киева у владения никто нет. Вопрос, как Игоревич либо Рюрикович, он имел права на Киев, Чернигов и прочее? Это также равнозначно, как и литовские князья. И литовские князья этим Киевом владели. То есть... Они тоже предъявляли. Правильно? Так, чтобы не так владели этим Киевом. Соответственно, он имел право на эти земли, правильно? Как и литовские. В смысле, право на эти земли. Но он имел право на эти земли, потому что его предки этими землями правили. Нет, там отчина закреплялась за конкретным князем. За Иваном никакой отчины на Киев там не было. Это было какое-то ответвление вот этой династии. Но отчина его там в Киеве не было никакой. Подожди, а почему ответвление? Давайте, ну смотрите. Давайте считать. Династия, как делали. Алия Боголюбский был прямым наследником. Давайте проще. Да, Давайте проще. Кто был последним князем Киева? Хороший вопрос. Так, ну явно уже не московский период. Это монгольское нашествие 1240-го. Долгорукий был, Боголюбский был. Блин, кто после Боголюбского был? Кто после Боголюбского? Боголюбский же его убивают собственные бояре в 1774-м. После него там еще много было. Но это были далеко не последние. Понятие, в чем смысл? Смысл в том, я вам проще объясню. Смысл в том, что последним князем Киева, вот этой всей Руси и так далее, был Данил Романович, галецкий князь. Когда сюда приходят монголы и так далее, этот уже киевский князь, оно там все было разрушено, понятно. Оно передается там вообще Невскому, просто вот так хан ему отдал это. Владимирскому, да? Тем не менее, он просто был наместником хана, по факту это вообще ничего не означало. Тем не менее, за времен княжеств, которые не зависели от Орды, последним был Данил Романович. У него в титуле и его наследников и так далее уже появляется, что он князь всей Руси или князь сия Руси и так далее. Это тоже от митрополии все остается. Но это начинается еще с 13 века. с начала 13 века. А король русский его кто дал? Король появился с 1253-54 года. Кто ему дал титул? Папа Римский ему наделил его титул. Он принял этот титул. Что? Он этот титул принял. титул королем. Соответственно, что он сделал? Придал православную веру. Правильно? Нет, вообще не придал. Смысл в том, что его признали на западе. его принял от папы титул. Правильно? И что? Ту ветвь церкви, которую не признавали. Та ветвь церкви, в которой он находился, он принял от нее титул, тем самым придав свою веру. Соответственно, по сути, если вы говорите, что все связано с религией, то потерял какая разница, признал от собой папы римского. Раз он признал, что он может его короновали. Понимаешь? Его короновали короля Руси. Папа римский. Так это было на западе это было нормой. То есть, чтобы быть королем, нужно, чтобы ты был легитимным королем. И просто сам себя назвал, и ты уже король. А чтобы тебя все признали. И вот, собственно, его показали, что его признают как короля Руси. В то же время у нас Владимир Иисус, датчина, там спокойно себе платит дань арте и вообще себя с Руссией даже не ассоциирует. То есть, митрополит появляется, киевский причем, появляется только в начале 14 века на этих территориях. До этого там вообще никакой связи с этим не было. Так это разные промежутки времени. То есть, мы говорили сейчас за 10 век, за 10 век, а теперь за 15 век. того, что формирование так называемого русского государства, вот именно что национальные признаки, это вообще не 10-й, не 13-й век. Смотрите. Я не был такого. Францию вспоминаю. Кем считал себя Д'Артаньян? Я объясняю, что это разные промежутки времени. И такой термин, как Русь, он появляется впервые, фигурирует еще даже с 6 веков. Народы рос, росомоны, потом вот это Руссия читал Насонова тоже еще в середине 9 века. Тоже все это юг, это все территория современной Украины. Никакой там Руссии сверху, нигде никто не видит. Вот сами себя бояги на родине русами также не называют. Никакой ассоциации с Русью там не было в принципе. Только когда они попадают в дружину киевского князя, тогда они стоят русами, потому что они уже в его дружине. То есть это какое-то местное название. По историкам таких как Народ это по сути некое сословие. Смотрите, по историкам позже таким как шахматов это все ваши российские историки. Шахматов, Преселков, Тихомиров, Насонов, Робинсон, Рыбаков, Данилевский, Кучкин, Флоря, Моця. Это только то, что я помню. По этим всем историкам Русь в узком смысле это в первую очередь Киев, Киевское княжество. Польже Черниговское, Переославское мы видим там нету наместников, они не собирают туда дань, единая Русь, которая борется там то с половцами, то с печнями, еще там так далее. Позже эта Русь в узком смысле мы видим как плавно король этот, ну еще не король, а значит галицкие княза берут как раз уже к себе, ну то есть они уже там бывают тоже киевскими князями, вот, неправно эта Русь перемещается на запад Украины, потом она перерастает в королевство Русь. Королевство Русь признается всеми остальными странами западного мира, признается, признается, Папа Римский, да, не перебивайте, правильно, таким образом он признал это не Папа Римского, тем самым он предал собственную веру. так предал веру, что термин Малая Русь появляется в 14 веке в византийских источниках и обозначает отдельную митрополию в королевстве Русь, да, вот так получается предал. Откровенно говоря, я не понял, когда появился к этому значение Малая Русь. Вот, а он появился как раз в 14 веке, вот, собственно, можете про это почитать в работе, сейчас вам скажу, Бориса Николаевича Флори. Это советский и российский историк, словист, доктор исторических наук, член-корреспондент Российской Академии наук по отдельной историей отечественной истории с 25 мая 2007 года. Значит, у него работа «Исторические судьбы Руси и этническое самосознание восточных славян 12-15 веках». На странице, секундочку, очень много всяких вспоминает их труды. Скажите, вы когда их читали, вы их читали же, правильно? Ну, если вам их цитируют. Ну, мало ли, господи, вы даете цитаты, но читали, читали. Скажите, пожалуйста, вы же обдумывали то, что они написали, правильно? Так дайте я вам зачитаю за вот эту митополию, что вы сказали. зачитать, вы уже зачитали, просто им уже и старый упомянуть, в принципе. Вы обдумывали то, что они сказали, правильно? Написали, сказали и так далее. Вы сейчас сами сделаете свой вывод по этому поводу. я не в том имею в виду, что, в принципе, я сейчас в нашей беседе, подключив логику, просто логику, у меня нет таких знаний, как у вас, я не читаю историков фори и так далее. Дайте я это скажу. Я не пытаюсь вас сбить, я пытаюсь просто простить свою позицию. Давайте. Мне чистая логика подсказывает следующее, что если в самом начале Русь являлась неким сословием, приближённых к князю, то, соответственно, если исходить из этого, то дальнейшее движение Руси, слово Руси, название государства, название народа можно производить только по династическому признаку. Абсолютно не точно. Абсолютно неверно, но потому что таким же обранным... Если мы с вами опять же говорим, что каждый раз чиновники, перейдя из одной столицы в другую, являлись, блин, новую столицу делали. Это, понимаете, каждый термин... Данила Галицкий, если вы утверждаете, что он был королём и князем Руси, где он сидел, в каком городе? Ну, там разные, там в Холуме в основном сидел, это было столице. В Киеве сидел. В Киеве сидел до того, как монголы. Или всё-таки его столица была в Галицком. Слушайте, ну перебивайте же. Нет, да я не перебиваю, я пытаюсь понять, вы каждый раз пытаетесь вот эту тему немножко сдвинуть. Да никуда я не сдвигаю. Я каждый раз отчасти, если у вас правильный вопрос. Я прием упоминания, понимаете, если вы говорите там с условия и так далее, я вам так скажу, первое упоминание вообще по Рыбакову Борису, тоже советскому историку, первое упоминание, что ассоциируется с Русью, Росами и так дальше, это вообще четвертый век. А, сейчас, нет, что, что? Это вообще четвертый век, то есть это как раз-таки когда Гермонарих воюет с племенами славянскими на территории современной Украины, он называет их Росомонами, то есть мы видим здесь гидронимику Рос, Росава, Росавыц и так дальше, очень все подходит к тому, что мы видим в источниках четвертого века, Гермонариха, там, пятого, шестого века. Это что за источники? Блин, ну это... Нет, ну я имею ввиду как-то территориально странно какая источника дает. Просто сколько я помню, четвертый, пятый век, это как раз Авары. Авары это те, кто сделал славянские племенаторы Данькани. Соответственно... Понимаете, вы как, я не знаю, вы, скорее всего, не историк, вы не совсем понимаете, про что идет речь, но собственно... Почему? Я имею ввиду, что кто записал эту дату, Авары точно не писали. Давайте так, это записали Готы, это записали Готы. Значит, секундочку, просто мне нужно найти вот поляня, поле, значит, и так, а Росавманова это нужно? Я так просто четко не вспомню. Так, вот, значит, по работе Рыбакова по происхождению Руси, так, 1983 год, статья, значит, он пишет, имя народов Росавманова, впервые появляется при описании событий 4 века нашей эры. Готский историк Иордан передает сказания о смерти Готского короля Германа Риха. С Готами было в Союзе веромное племя Росавманов. Один из Росавманов изменил Германа Риху, а тот казнил его жену Сунильду, лебедь, что переводится как лебедь. Братья Сунильдем стя за сестру убили Германа Риха. После смерти Германа Риха Готи начали войну с Антами Римя Бусова. Историки эпохи Ивана Грозного отыскали где-то сведения о том, что византийский император Феодосии, считавший другом Готов, воевал с какими-то русами. То есть, есть упоминания также позже в VI веке, в VII веке разные, вот мы видим там VIII век, это, там оно одиночная фигура, но тем не менее. Вот. Вот еще. Временами витеснения давнего имени Полян, имени Росов или Росов следует считать V-VI век, когда после Гуннского разрыва начиналось сложение новых племенных союзов, строительство новых городов и противостояние новым рогам. Имя Полян еще главенствует в сказании постройки Киева, но внешний мир, судя по грешескому очерку, Захария Ритера знал уже народ Рос. То есть, Захария Ритер, Иордан, Всевдозахария, ну то есть, смысл в том, что здесь оно уже фигурирует просто одиночно. И к чему я это всему? К тому, что какое-то там название может развиваться. Оно может обозначать дружину, может обозначать какой-то народ, племя, может территорию обозначать, может по-разному, оно развивается. И то, что вы сказали насчет того, что там какое-то, если он принял короля, значит он уже все, отрекся от религии и так далее, он уже там не считается. Он от собой поставил другого. Вот, что я хотел сказать, что вот этого флора, историческая судьба Руси, логическое самосознание, на странице 32, он пишет, что термин «Малая Русь» появился в византийских актах 14 века в связи с хлопотами галецко-волынского князя Юрия Львовича по поводу создания особой митрополии с центром в Галиче для его владений. Поэтому в одном из византийских документов в середине 14 века читаем «Эпископы Малой Руси», находящиеся в местности, называемой Волынею, термином «волынь» в источниках 14 века. И как раз обозначалась территория галецко-волынской Руси, то есть королевства Русь. Разграничения, проведенные в связи с церковным разделом, проникло затем и в светские источники, и отсюда титул последнего галецкого князя Болеслава Юрия «Дукс Тосиум Русия Минос». То есть, собственно, есть здесь митрополия своя, никакого тречения от какой-то православия и так далее нет, все на месте, это все не работает. Логика не работает, если вы мало читали. Работает, потому что вы одну забыли упомянуть. Скажите, пожалуйста, вот Данила Галицкий, следующий его сын, да, чтобы получить титул короля Руси, к кому он должен был обратиться? Без понятия. Кому? Не к митрополиту и к киевскому, правильно? Если он получил уже титул короля, то его наследники стоят... Каждый король тоже был помазан на царство. Они стоят, они стоят непризнаны в Европе, они называются царексами, королями. У них печатки ряги-карусик, короли-карусик. Человек помазанный на царство труборяне. вы на какую историю? Давайте, давайте мы будем общаться так. Вы на какой источник посылаетесь? Вот видите, как только логика перестала работать, вы создали интересные источники. смотрите, знаете, в чем суть диалога? Чтобы стать королем, должен был обратиться к Патриимскому, чтобы он помазали на царство. В чем суть нашего диалога? Давайте вот так. Вот это вот самая большая проблема всегда источников. У вас их очень много. Слушайте, в том проблема, что вы спорите. Который каждый из них опирается на что-то одно, чтобы сделать свою работу. Ну, слушайте, вы перебиваете, я не могу ничего сказать. Вся суть этого диалога в том, спора точнее, что вы не посылаетесь вообще ни на что. Вообще ни на что. Вот я вам привожу работы уже историков, уже ни одного историка, и не 5, и даже не 10. Я уже много перечислил. Вы мне пока ни одного ничего не принесли, вы говорите, я опираюсь на свою логику. Но это ваше мнение, я говорю, что это не так. Это же не работает. Якобы. Я не знаю ни одного. Даже брать не буду. Не знаю ни одного. Ну, так смысл туда? Ну, я, в принципе, не уверен, что они, по сути, существуют. Но это ладно. Можно перепроверить. Может, вы и правы. Я говорю, что логично, что потомок, один из прямых потомков, Леонид Игоревич имел права на землю отцовки. Так же, как и Даниил Агальский, который тоже был Рюриковичем. Или Игоревичем. Они все имели права. И, соответственно, если в свое время после монгольского нашествия пересборка Руси происходила от Москвы, то да, именно там Русь, именно там Россия, которая греческое название Руси. И, соответственно, история, грубо говоря, от Руси до России, это сначала династическое, потом национальное. У вас перескоп 8... На земском соборе... Слушайте, вы отключили мне звук, вы даже не слушаете, что я говорю, или я не понимаю, да? Там собрали всех представителей... Отключил и сам себе рассказывает, уже заново пластинка пошла. Если так, если так, то просто парочка интересных фактов. Давайте посмотрим, где находилась Русь на картах. Вот откроем карты этого периода и посмотрим, где находилась Русь. Значит, мы открываем карты того, тех времен и смотрим, где находилась Русь. Начинаем мы с карты 1154 года. Значит, Мухаммеда ибн Аль-Идриси. Это арабский географ, автор географического сочинения. У него есть работа, ну, то есть не работа, а карта, на которой обозначены территории Руси. И вот, собственно, арт о Руси, это земля Руси, обозначена на территории современной правобережной или в обрежной Украине. Мутасил Арт Руси это соединенные земли Руси. Это новгородская земля. То есть уже позже захваченные в этом трактате Константина Багринародного как раз таки внешняя Россия, что внешняя Русь написана. Это значит, что захваченные земли, которые платят дань, то есть сообщает Константин Багринародный, что Игорь, архонт Руси, архонт, то есть это главный великий генерис Киевский, выезжает в полюдье, в окружение, собирать там, в том числе с Немограда, то есть Новгорода. Вот. Дальше мы читаем Миналорусия, Аутуани. От Руси зависимы. Это обозначение земли Волско-Окского международного это значит 12 века, 1154 года карта, то есть мы видим земли Руси, мы видим соединенные земли, те, что уже захвачены, и те, кто полностью зависимы, которые даже ну короче, там еще жестче условия. Дальше, карта 1180-1200 годов. Гонорий Августодунский или Онора Изотена. Средневековый немецкий сухолист, ученый циклопетист, богослов и так дальше. Значит, у него карта Суоли, ранее известный как Грайнерих Майнс карта. Вот. Там как раз таки на территории современной Украины опять таки обозначается слово топоним Русь. Вот. Дальше. Ангелино Дульсет. Это у него есть порталан Средиземного и Черного моря. Причем у него несколько этих порталанов, где также мы Рутению видим на территории современной Украины. То есть к востоку от Львова Рутения за главными буквами у истоков Днепра, а к западу от него Польша Полония. Слева надпись Монте Сроссия, то есть горы Руси. Горами Руси еще так называли Киевские горы. Так. Дальше. Как раз таки Аварам Крескес. Одна из лучших красивых карт. У него каталанский атлас. Это средневековая универсальная карта мира. Там обозначение как раз таки идет следующее. На карте изображено города Львов, Севита Слава, Киев, Чила, и также сторона Русь, Россия. То есть на греческий манер, там на латыни, на греческий. Короче. На правом берегу Днепра она находится. За левый берег она не заходит. Это 14 век, как мы видим, почти конец. Львов обозначен как европейский город с флагом, герой которого встречается, короче, понятно. Ну и карта 1457 года, Генуэрская карта. Тоже средневековная карта мира, Русь, Русса, Русия, между Днепром и Дунаем, а также на западе Украины возле Львова. Левобережье обозначено как Сарматия Парс. На территории современной России сидит хан на коварике, золото-родынский гарифон и человек тюркской внешности. Никаких обозначений Руси нету в принципе. Там изначально враждебные, чужие, религиозные, скажем говоря, производства. То есть на этой территории артистальная либо православная религия, на той католической. Они между собой враждебны. Спорят, кто из них главнее. То есть вы предлагаете взять католические, людей из католических стран и сказать, что вот их карты, они абсолютно точные. Они не политизированы. Они грубо говоря, человек знал точно и он нарисовал. Они не заказаны никем. Он рисовал для себя. Ну просто, блин, он за свой счет нарисовал карту. Правильно я понимаю? Нет. Почему? Опять логика не работает. Потому что последняя карта, которую я назвал генуэзская карта Мапа Муння, изготовленная неизвестным генуэзским автором, отображенные на карте герезийские данные, многому опирались на недавние отчеты итальянского путешественника Николы де Конти. 25 лет путешествовавшего по странам востока, а не на традиционную информацию об этом регионе от Марко Поло, использовавшего до этого времени и другими трудашними европейскими картографами. То есть, Марко Поло использовался Авраам Крескесом. То есть, эти все картографы использовали какие-то путешествия, труды и так дальше. Не просто с головы все брали, а брались те, кто это описывал. И там абсолютно разные религии были у этих людей. Если вы не доверяете... Это человек взял дословно и передал все то, что ему рассказали. Секунду. Вы как-то сможете это доказать? Вот я смогу доказать тем, что люди, которые... Вот Марко Поло, почитайте его биографию, сколько он прожил на территории той же орды, сколько он всего интересного там увидел. Как раз таки на него Авраам Крескес с его описаний создавал эту карту. То есть, карта его была издана, каталанский атмос, была изготовлена по заказу арагонского короля Хуана Первого специально представителями майорканской карта А у арагонского короля рядом стоял священник, который говорил, боленские изматики там живут, они не могут создавать ни государств, ничего, они варвары. Короче, все, запад, вы что хотите нас остерз такую карту? Я понял. Вы серьезно? Хорошо. Вы говорите Афанасию Никитину? Афанасий Никольщина из Атремуля? Да. Это, насколько я помню, Новгородец, окровенно враждебное государство к московскому княжеству. Нет. Это вообще он жил в Твери, у него там памятник стоит. А еще враждебней. Это все воронье, это тоже воронье. Он там, знаешь, он пишет, он там различает, что есть русаков, нас 10 головами, он себя причисляет к русакам, значит, он, скорее всего, не коренной тверич, а с земель Руси, Киева, Чернигова или Пересвара. Потому что он дальше пишет, нас русаков 10 головами, он пишет, нас русаков 10 головами, пишет, а потом пишет, 6 москвич да 6 тверич, то есть он различает, что есть москвичи, тверичи и русаки, русины. Так, русины или русаки все-таки? Это синонимическое. Повторяю, русины, насколько я помню, в Закарпатте тоже были русины, правильно? и они и сейчас есть, но первые упоминания русинов еще в 10 веке. Повторяю, он был из Твери, подданный тверского князя, рождевного московского, правильно же? Я понял, то есть это другая, то есть тверское княжество не имело отношения к истории современной России, я правильно понимаю? Повторяю, он был враждебным княжеством, правильно? То есть отдельное княжество к московскому княжеству, значит, не было... Повторяю, они враждовали, насколько я понял, кто будет, грубо говоря, главным на Руси. Отлично, спасибо, что вы подтвердили, что Тверь это не Московия, Россия и так дальше. Это хорошо. Извините, ну идиотское какое-то сейчас высказывание, но вроде все тук-тук-тук, под страничку под автором, вы просто смешные... Попыты поймать на словах и глупо съехать. Смешные, а вы... Тверич был католиком? Только что жил Тверью, он был католиком? Вы же на католиках все сперяли. А при чем здесь католик? Ага, уже при чем здесь? Вот до этого католики... Тогда... Вот до этого католики предатели, они там нас плохое про нас напишут. А вот сейчас при чем здесь католики? Вот как это работает? Верные какие-то данные могли быть в вере, могли во влиянии церкви, могли в том, что ты служишь князю, который соперничает с князем, про которого надо рассказать не особо правду. Вот и все. Вот и все. А вы опираетесь на историков, которые... А на что, кстати, опираются историки, которые вы утверждаете? Вот, например, вы сказали, что некий водский... А кто он, кстати, водский был? Историк или кто? Кто записал? Хронист? Да. Литописец? Историк, да. Тоже предатель, тоже какой-то католик. Нет, скорее всего, марианец был. Вам не смешно то, как вы крутитесь? Не смешно в том, что вы пытаетесь хоть как-то, хоть раком, но, блин, отделить Россию от Руси любыми способами. Повторяю, тогда люди отделяли себя. Кому служишь? Или кто? есть личный титул. Причем здесь Русь не Русь. Черниковский князь тоже отделялся от Руси. Что дальше? Это очень глупо выглядеть сейчас. На самом деле, нет. Очень глупо выглядеть и вы со своими ужинками. Я абсолютно спокойно, а вы уже немножко нервничаете. Ну, вы по чем-то... Хотя вы вроде как опытный блогер, я вас не первый раз встречаю у разных блогеров в собеседниках. Должны быть достаточно, ну, в принципе, достаточно профессионально оборудованы. Значит, это выбрали как свою профессию, скорее всего. Антураж, декорации. Слушайте, если... Я понял. Откровенно... Каждый его щелчок, это он отключает мне звук. То есть, когда я пытаюсь ответить, он постоянно какую-то маячню рассказывает. Ну, просто по чем-то, скорее всего, это человек, потому что это видно. Сразу все видно. На каждом шагу просто перебивает. Ну, что же это? Это невозможно. Сначала еще пытается, потом нет. Вот хотел бы найти работу, хотел бы найти работу историка, тоже, не помню просто какого, где он пишет про Боголюбского. Как он пишет, что Русь это вообще как другая страна, как иноязычие. То есть, значит, смотрите. Часть Владимирской. Значит, на странице 237 работы Робинсона, опять-таки, «Русская земля». Он пишет, что если к Андрею, по словам Кузьмища, гость приходил из царь города и от иных стран из русской земли, а речи латинин и до всего христианства и до всех поганых и речи Андрей введет и в церковь и на палаты да видать истинное христианство и креститься. Тут полуполовец, имеется в виду Андрей Боголюбский, который по матери половецкой ханша, Андрей усердно стремился обосновать новый религиозно-политический миф истинного православия с тем, чтобы упорочить традиционное представление о русской земле. Современниками было достаточно хорошо известно, что Киевская Русь приняла христианство от Византии, что Киевская митрополия зависела от царя города, патриарха и в свою очередь ставила епископов в разные княжества и в тот же Владимир. Именно поэтому Андрею было необходимо унизить авторитет царьграда, а русскую землю приорвнять к землям иностранным и даже иноверным, не обладающим истинным христианством, на которое уже безраздельно претендувал новый в русской истории самовластец. То есть, видите, как красиво, Андрей Боголюбский, я понимаю, почему вы его так любите, потому что Андрей Боголюбский тоже самое пытался сделать, он говорит, вот эти иноверцы, вот, из старьгорода, из других стран, то есть, из русской земли, понимаете, а русская земля, это Киев Чернигов перерослал, он пытается их сделать какими-то и там католиками, язычниками, иноверцами, непонятно кем, это значит, это какие-то чужие, не наши, они там нас хотят упорочить, там что-то, вот точно так же, так это было в 12 веке, понимаете, вы сейчас так же говорите, так же самое. Дата написания, кем написан? Кто? Вот вы сейчас зачитали, кого там автор, назовите мне его. Смотрите, это историк. Историк, откуда он взял эту информацию, из какого источника? Ну, с летописи, естественно. Какой? Чьей? Так, сейчас посмотрим. Так, у него есть, это надо найти его работу, сейчас я попытаюсь быстро найти, он посылается здесь конкретно на летопись. Помните, вы мне как-то сказали, что Боголюбского убили, правильно? Да, свои же причем, в спину, ну не в спину, а так. Убили, пришел к власти кто после Боголюбского? Я вам точно не скажу, не помню. Скорее всего, убийство было политическое, чтобы привести к власти кого-то другого, правильно? Ну, просто Боголюбский очень радикально делал все. Ну, то есть, кого-то хотели привести к власти, кто будет не такой радикальный. Я точно вам не скажу. Вопрос, когда убили Боголюбского, когда был написан этот источник и кем он был написан. Обычно в заговоре правитель стараются очернить. Помните, такой Ричард Третий был? Снова вы перескакиваете куда-то. Нет, почему я пример привел. Ричард Третий как его активно старались очернить. Те самые тюдоры, первый из которых успех. То есть, вы хотите сказать, что как раз-таки ваши летописи врут, очерняют Андрея Боголюбского. То есть, это Лаврентьевская, летописи Пакетевская. То есть, летописи тоже не можно доверять? Летописи тоже нельзя доверять? Да? Какая разница? Летописи тоже нельзя доверять? И кому нельзя? Во-первых, я так понимаю, не совсем наша летопись, тогда как такой России еще не существовало. Тогда это летописи либо соседнего княжества, либо того же Владимирского. Правильно? Ну все, то есть, вы отношения к этому не имеете, и все отлично. Повторяю, тогда еще Россия не была сформирована. Да, абсолютно верно. Абсолютно верно. Мы начинали обсуждение от того, как произошла Россия от Руси. Произошла одевала на протяжении всей истории. Так, это ипатиевская, я так понимаю, это ипатиевская летопись, 591-я страница, можете посмотреть. И да, ты их описал? Вот, собственно, как известно, в 1174 году Андрея Юрьевича убили его придворные своими. В 1174 год, когда написана ипатиевская летопись? Утверждавшись Андреем, самовластная политика потерпела неудачу, потому что Андрей, у которого не было опыта предшественников, предпринимал крупные внешнеполітичные акции, походы на Киев, Новгород, Лоску, Булгарию и другие. Не ограничил положение собственной аристократии и не создав сопреданных ему служивых людей, типа позднейших опыта предшественников. Эту ошибку Андрея отметил уже Кузьмича. Господин мой, како, если не учитель скверных и нечислевых, пагоубийственных борожбит своих, идущих к тебе, и како, если не думай, победи их, иногда победи шапалки поганых болгар. Датировано 1420-ми годами, правильно? Вот почему его убили. Я вам только что зачитал. Датировано 1420-ми годами, правильно? Не правильно. Дальнейший свод существовал, еще писался, как минимум, с начала X, конца X, начало X века. Позже он просто был переписан. Это 1420-й, это просто переписанный тот же текст, который был, например, в 11-м веке, 12-м, 13-м. Дата 1420-й года зафиксирована. Все остальное это интеллигенда. Ну, короче, тогда таким образом вообще никакой истории в России нет, потому что все летописи созданы как раз таки в этих, не созданы, а переписаны в этих годах. Понимаете? Поэтому это все чепуха. Вы сейчас пришли к тому, что, собственно, доказали, что действительно современная Россия и так дальше точно уж отношения к этим всем вещам не имеют. Там было другое время, другие заботы, другие, не знаю, события, ну, все другое. То есть, это абсолютно другой временной промежуток. Нельзя современщину сравнивать с этим. Нельзя, например, нацию 19-го века резко перескакивать с 12-го века какой-то какой-то дружины. То есть, это все формируется плавно, постепенно, вот так, а не резкими скачками, как вы прыгаете от Боголюбского до Донского и так дальше. Это все ересь, понимаете? Я вам уже все рассказал, объяснил и так дальше. Для ваших земель русская земля, русская земля, Русь, была вообще другой страной. Даже сам Боголюбский, я уже назвал вам всех вот этих историков, назвал вам картографов, летописцев и так дальше. Вы сказали, это все такое. Мы сами себя по-другому идентифицировали, мы сами другое говорили. И я вам привел цитату самого Боголюбского, что сам Боголюбский, собственно, говорит, что это другая страна, Русь, это вообще другое, это не наше, понимаете? ну как бы, все. Понимаете, в чем проблема ваша? Еще вопросы есть? Да, вы поняли, в чем ваши проблемы? Смотрите, умный человек сам думает над своими проблемами, а не над чужими. Глупый человек постоянно говорит за кого-то. Поэтому лучше подумайте над тем, в чем ваша проблема. Я вам могу просто так навскидку сказать, что вы ничего не читаете, вы все берете на логику, которая абсолютно не работает, если вы ничего не знаете. Это можно нафантазировать, что мы там рептилоиды и ящеры, поэтому это все чепуха. Мы не знаем, говорил ли он или нет. Мы знаем, что его убили. И возможно, гипотезкулеты писались из списков, которые были составлены после его смерти его врагами. Любая наука, история — это наука. По сути, напоминает криминалистику. Нужно собирать доказательства, искать следы и так далее. Перепроверять из разных источников. Вы указали только один источник. Да, вы указали по Андрею Боголюбскому с его фразы только один источник. Один источник. Теперь я вам укажу источник, что такое ипатиевская летопись, раз вы так хотите, на окончании. Значит, ипатиевская летопись. Я вам просто объясню, что это такое. Только слушайте. Общерусский летописный свод Южной редакции конца XIII начала XIV века. Древнейший список ипатиевской летописи это ипатиевский, найденный Н.М.К.Рамзином в ипатиевском монастыре в Костроме. Отсюда и название. Сохранилось восьми списках, важнейшим из которых является ипатиевский. То есть, вот этот ипатиевский свод летописный, он сохраняется в восьми списках. Это не один источник, это восемь источников. Дальше. Первая чверка XV века и Хлебниковский 1560-х годов. Восходящий к тому же портографу, что ипатиевский. Два списка являются поздними копиями ипатиевского. Еще четыре списка. Погодинский список и Ародского оба XVIII века. Ермоловский начало XVIII века, Краковский конца XVIII века. Восходят к Хлебниковскому, но в целом представляют особую редакцию ипатиевской летописи. Текст ипатиевской летописи. По мнению А.А. Шахматова это вашей академик российский и М.Д. Приселкова это также вашей советский историк, который также единогласно утверждает, что Русью называли себя только в Киевском Приднепровье. По Приселкову как раз таки он анализирует как собирает дань как собирает дань Игорь по Константину Багрян народному трактату и приходит к выводу тому, что если Русь в узком значении, по этому же поводу, то есть это первое упоминание можно сказать внешней Руси, это в широком смысле это захваченные земли подчиненные Киеву. Значит, вот это по этим историкам состоит из трех частей. Первая это повесть временных лет, вторая это киевский летописный свод и третья это галатско-волынская летопись. То есть вот это боголюбская это вторая это киевский летописный свод. Значит, первая часть Ипатерской летовеси, второй по древности список повести временных лет после списка Лаврентьевской летописи. То есть что имеется в виду? Имеется в виду, что повесть временных лет есть и в Лаврентьевской летописи, которая писалась на одной территории, и в Ипатерской, которая писалась на другой территории, и в Новгородской, которая писалась на другой территории. То есть повесть временных лет это как бы по разным этим подтверждается практически идентичный текст. Дальше. Текст которого доведен до 1117 года в Ипатийском списке. Составлен, предположительно, в Киево-Печорском монастыре в 1118 году. То есть, по этим всем датам мы понимаем, что оно писалось тогда и никуда иначе. Там такие детали, про которые они могли знать позднее. Значит, позднее, по весельных лет, была включена в Киевский летописный свод и уже в ее составе вошла в Ипатийскую летопись. Значит, вторая часть Ипатийской летописи – это Киевский летописный свод, 1198 года. Это крест там, где Боголюбский. А.А. Шахматов и М.Д. Преселков считали, что он был составлен Игуменом Киевского Выдубицкого монастыря Моисеем. И заканчивается сообщением о возведении вокруг Выдубицкого монастыря Каменной Стены. И похвалой Игумена Моисея Киевскому князю Реверику Ростиславовичу, помещенным в Ипатийском списке. Ипатийская летопись по 1200 годам, согласно исследованию Бережкова, их следует относить к 1198 году. Преселков предлагал считать Киевский свод сводом Рюрика Ростиславовича. То есть, известие о нем и его семье содержится в том своде регулярно, начиная с 1173 года. Также отмечал, что составитель свода иногда добавлял имя Рюрика к описанию некоторых деяний Киевского князя Святослава Всеволодовича. Преселков выделял три источника Киевского свода. Первый – семейная хроника Ростиславовича с ихними кругами, написанная Игуменом Моисеем. Второй – летописец Прерославского князя Владимира Глебовича, заканчивающийся описанием его смерти в 1187 году и включающий повествование о его военных действиях против половцев. Третий источник – Черниговский летописец князя Игоря Святославовича, оканчивающийся сообщением о смерти 1198 года Черниговского князя Ярослава Всеволодовича и вступление на Черниговский стол самого Игоря. То есть, вот тут мы видим уже для одной вот этой Киевской летописи, да, как оно там, или Киевского летописного свода точнее, в нем три источника целых. Это не просто какой-то сплошной текст, это три разных источника включены в этот Киевский летописный свод, который в свою очередь включен в Ипатийский летописный свод. Значит, дальше, Игоря Черниговского, самого Игоря. Этот летописец, по мнению Преселкова, был начат и при князе Святославе Ольговиче в 1140-х годах. Продолжен при Новгород-Северском князе Олеге Святославовиче, умершем в 1180 году, а затем при Игоря Святославовиче. Шахматово отмечал наличие в тексте Киевского свода. Вот, собственно, прикрепленным, т-та-та-та. То есть, вот такая тема. Человек так начал разумно все рассказывать. Я думал, он реально там какой-то начитанный, с Петербурга все-таки, что-то там знает. А оказалось, что он просто выучил какие-то фразы, возможно, даже по нашим блогерам, как воксалитатис. И теперь пытается все на логику остальное взять. Но это же так не работает. Нужно читать работы историков и делать свои выводы. А он ничего не читал. Ну, собственно, что сказать. Живи за бетоном. Если понравилось видео, то не забывайте подписаться, а также поставить лайк и подписаться на мой телеграм-канал. Это очень важно, потому что после атаки российских ботов, YouTube не всегда показывает мои видео через повещения. Расково перейдите в телеграм-канал и подписывайтесь. Это очень и очень важно для поддержки украинского четвертичного контента. Слава Украине! Слава Украине!